всем добрый вечер время половина восьмого на улице уже темно у меня вот такая красота здесь гирлянду включила вот так для настроения ведь какие сугробы на подоконнике сантиметров по 15 зая моя прошлогодняя все же год кролика моя зая на улице темно минус 10 похолодало и снег идет знаете такая ветер на улице метель снег с ветром или ветер со снегом очень метель все метет я смотрю там детскую площадку почистили но все равно к утру заметил все такой мартышкин труд получается только успевай чистить так ой я ужин готовлю чуть не убежала у меня тут макарошки просто решила отварить бабочки вот эти принципе они уже сварились я выключаю и мне надо сейчас будет воду слить одну вот я завтра возьму вот эту баночку вилочку и во вторую банку положу этот качапури с сыром погрею вечером там чай попью так и сейчас надо воду слить я сейчас солью потом будут видео продолжу иначе они у меня это слипнуться так все ребятки можно продолжить снимать воду слила заправила приправками маслом растительным все теперь мои макарошки не слипнутся завтра возьму на работу с рыбой рыба там жареная еще осталось положу там кусочек огурчика огурчик купила помидор с рыбы как не очень не буду помидора брать огурчик возьму ну и на вечер там а помидорчик кстати можно вечером съесть с этим хачапури помидорчик огурчик кусочек взять вот одну пачку уже макарошек сварила эти плавочки такие остались еще пару пачек купить про запас пусть лежат так что-то у меня сегодня давление с утра где-то 139 на 90 на 89 сейчас вот измерила опять такое же как с утра еще пол таблетки выпила что-то она у меня не спадает весь день воняла краска в квартире я в подъезде открыла окно возле лифта во втором предбаннике дверь закрыла чтобы того не с подъезда к нам не шла то есть первом предбаннике закрыта дверь на площадке где лифта там открыла окно там еще есть дверь на лестницу которая подъезде вот тут дверь тоже закрыла там кстати окошечко маленькая есть на лестнице надо сейчас посмотреть сходить открыто ну или нет открыть это окошечко чтобы на лестнице тоже проветривалась но дверь я закрыла чтобы других тоже и вонь к нам не шла сейчас вроде меньше пахнет а другой стороны может быть я уже привыкла голова побаливает я хотела пойти в парке погулять сегодня но там у нас ну минус 10 сильный ветер снег на метель такая чтобы не пошла парк сходила магазин и все никак не могу заставить себя гулять то болело теперь давление я побоялась давлением куда-то переться голова побаливала так квартиру я проветриваю вот сейчас у меня вентилятор ванной работает а в комнате вентилятор включила еще балкон на дверь приоткрыла там меня котик спит чтобы ему плохо не было вот завтра уйду на работу наверное вот эти два вентилятора включены оставлю и балкон оставлю приоткрытой чтобы у меня котик тут сзади не задохнулся вдруг они завтра опять чем-то красить будут вот эта шахта вентиляционная есть тут немножко проветривается на кухне достаточно вентиляции здесь у меня нету больше никаких вентиляторов дыр стенах ничего нет на кухне никакого тут кондиционера мне ничего нет только вот эта вентиляция общая шахта тут рядом и вот через нее перепроветривается в туалете и на кухне вот в ванной включила в комнате включила в третьей комнате маленькой там тоже есть вентилятор но я не стала включать там и так хорошо дует там дыра прям на улицу правда там трубопровод вдоль батареи идет там правит там холодный воздух сразу нагревается от батареи тепленький поступает там без вентилятора хорошо фигачит потому что ветер как раз это страны северный или северный или север западный ветер на улице темно уже естественно время пол восьмого без двадцати восемь так ужин я сварила сейчас наверно поем сразу маленько и положу на завтра еду чтобы мне завтра чтобы на ночь не есть лучше поесть сейчас сразу макарошки вкусненькие в меру соленую зеленью с маслом сейчас поем с рыбой и на завтра возьму с собой там коробочки будут складывать две коробочки возьму завтра длинный день я такие банана можно было банан еще взять может один возьму я вот такие у не люблю перезревшие этот возьму который еще более менее вот с этими не значит делать может кексик испечь какую-нибудь попробовать можно конечно банановые такие блины сделать типа оладьи банановые как таиланде делают банан с яйцом там они слишком у них такая мудреная техника можно просто в тесто добавить банан и оладьи сделать просто не каждый любит вот этот сладкий приторный запах тогда уже не надо сахар добавлять в тесто иначе будет слишком приторная если будет ли кекс делать на кекс там чем надо я уж не помню надо рецепт интернете посмотреть все помнить невозможно что там разрыхлитель у меня есть мука есть туда по моему надо растопить пол пачки масла по моему грамм 100 хотя бы или сметаны полбанки положить сметану жалко лучше масло такое тесто должно быть в меру жирненькая что там еще надо мука сахар сахар можно не добавлять если разрыхлитель добавляешь соду надо нет я короче посмотрю в интернете рецепт или оладьи сделаю но не завтра послезавтра тогда в пятницу оладьи не знаю банановые посмотрю как настроение у меня будет или кекс или оладушки я как-то делала кекс у меня получался такой был кекс с изюмом такой огромный на старой сковородке я делала старую сковородку в духовку и орешки у меня все сверху было посыпано орешками что-то у меня такое получалось как-то ну это ж как рецепт если рецепт прочитать по рецепту я еще могу как-то готовить а вот так чтобы сама то естественно могу накосячить чем-то не то я как-то делала морковный пирог получился бисквит с морковкой сейчас же вот иногда морковные тортики звонит что ли кто-то я такой телефон не знаю поэтому я на неизвестные номера не отвечаю хотя звонка не слышно может не слышно потому что запись идет а номер освещивается не знаю сейчас посмотрю чей-то номер но мне кажется незнакомый какой-то так ладно ребятки сейчас я видео допишу мы тоже четвертое видео на сегодня сегодня прям у меня ударный труд вроде снимать то нечего все равно чет нахожу вот так выходной проходит уже восемь вечера сейчас поужинаю уже девять будет сейчас полтора в интернете пару часов посижу до спать лягу может по телеку там чем посмотрю там фильмов но ничего интересного нету я не там по второму каналу следователи это господи как ее фамилия то не помню короче не люблю я детективы не знаю коробит меня не люблю я трупа вот это все меня не привлекает не люблю детективы хоть трясни вот вот исторически про екатерину был фильм я смотрела исторически смотрю такие вот житейские ну когда как исторически люблю фильма но вот это детективы ну вообще никак не идет не заходит у меня соловьев поздно пол двенадцатого только начинается я может посмотрела немножко но так поздно я лучше спать пораньше лягу то на работе буду спать сидеть так ладно ребятки все хватит видюшек на сегодня всем пока пока пойду я отдыхать то мне завтра работать днем полежала не из-за того что спать хотела у меня просто от краски разболелась голова а может от давления пол таблетки выпила легла сейчас вроде нормально себя чувствую но мало еще время прошло рано давление измерять попозже измерю должно быть нормально я уже сегодня больше не буду таблетка пить из только с утра третья часть и на работу с утра еще измерю конечно надо каждый пить хотя по половинке по четвертинки там треть надо переходить на постоянный прием но я как-то но наверное придется хотя бы с третьей таблетки начать каждое утро пить я думаю с третьей таблетки то ничего мне не будет наоборот стабилизироваться должно то есть видимо нужно постоянно поддерживать вот этот уровень потому что чтобы она не скакала у меня давление то что когда перестаю таблетки принимать она скакать у меня начинает уже 140 я считаю уже нормально может быть до 140 нормальная но лучше его как-то уровня но сразу снижать чтобы она была нормальная хотя 125 там на сколько-то на 85 мое нормальное давление 120 на 80 обычно но сейчас она у меня такое редко бывает обычно 125 там наверное все таки надо на постоянный прием таблетка переходить чтобы вот так вот неожиданно не шибанула как на 170 сразу когда я заболела меня шибанула то ли психовать начала что нужно поликлинику идти а еще поликлинику же найти не могли на что переехали опять куда-то и адрес еще неправильно повесили а тут психовала в две поликлиники сходили в результате осталось ну безбольничного в первый день ну хотя у меня был выходной мне не надо было с первого числа на следующий день уже поехала конкретно уже вот мне компьютер выдал поликлинику новую вот туда я и поехала а почему к нам пришли по адресу не к нам относитесь игры мне компьютер выдает вашу поликлинику ну да у вас почему-то прикрепление к нам я говорю не знаю почему игру к вам прикреплена горю к вам пришла за больничном вот пока к ним ходить единственное что они вызов надо мне не будут делать потому что по адресу я к ним не отношусь а вот поликлинику что-то я не хочу ходить которая ближе вот не знаю почему потому что у них постоянно как ерунда происходит то у них терапия на по другому адресу сейчас они ее обратно вернули мы жаловался кто-то что приходится бегать больным на флюорографию там на рентген другое здание ходить бегать туда-сюда приходится вот не могли они сделать онкологию вот в этом на строителей вот в этой пристройке зачем вот онкологию районы впихнуть впихнули в нашу поликлинику где так кабинетов нет места не хватает но если это онкология на все химки но так и отдельно ее сделайте нафига вы ее суете в поликлинику блин где и так терапевтом главное место нет онкологию засунули вот нахрена она там нужна нам пусть будет отдельно пусть будет диспансер как нормальных городах диспансер отдельно зачем ее в поликлинику то впихнули старую тем более где места нет в общем кошмар все ребятки пойду отдыхать может поэтому давление скачет что психовать начинаю по каждому поводу пойду отдыхать то мне еще завтра работать ладно всем пока пока